Добрый день всем любителям тактических стратегий в реальном времени. У микрофона АХЮ мы с вами продолжаем играть в Alliance Dark Descent на уровне сложности Кошмар. В предыдущей серии мы с вами вернулись в Dead Hills на очередную вылазку, потому что мы еще не все основные задачи здесь, скажем так, порешали. И да, я забыл в предыдущей серии захватить с собой пулемет. Это моя какая-то, мне кажется, катастрофическая ошибка. Я сходил, посмотрел между этими сериями, что да, действительно, я просто его оставил на базе. Не взял его, но те, кто смотрели у меня XCOM 2, собственно говоря, к этому привыкли, потому что я и аптечки забывал на базе, и все что угодно мог забыть, важное для задания. Поэтому как бы нормальная история, зато будет весело играть. Но на самом деле не очень весело, потому что у нас уже средний уровень тревоги. Задач-то еще много, ну, в смысле основных задач много, я же просто, видите, у меня стоит цель залезть, блин, в каждую дыру, прочесать каждую комнату, и мне кажется, это интересно. Такой своеобразный челлендж сделать, это, естественно, сложно, особенно на нашем текущем уровне сложности. Почитал я ваши комментарии к третьей, по-моему, серии, где я спрашивал, читать мне, диалоги не читать. И в итоге, как обычно, мнения разделились. Кто-то за то, чтобы я это все читал, кто-то, естественно, против. Кто-то, кстати говоря, мне написал интересную вещь, что я один из немногих, кто зачитывает все штуки по лору, связанных, ну, вот то, что вот мы там заходим, датапады читаем, то, что мы там читаем всякие истории, описания оружия, вот это вот все. Ну, блин, мне кажется, это часть игры, мне кажется, это часть вселенной, и мне всегда казалось, что это интересно. Ну, и опять же, я играю так, ну, не для того, чтобы, там, не знаю, сделать полноценное прохождение для вас. Я играю так, как я бы играл сам без вас, без записи. Я бы точно так же бы сидел, бы вчитывался в каждую, в каждое описание, забредал бы в каждой комнате и так далее и тому подобное. Ну, те, кто смотрит давно, собственно говоря, знают, как у нас все это дело устроено. Так вот, по поводу зачитывания, зачитывания различных диалогов между персонажами, давайте сделаем так, давайте, короче, где-то же здесь у нас был размер субтитров. Где он только вот? Да, давайте, короче, я попробую на сотку поставить, посмотрим, как это будет выглядеть. Ну, вот, но зачитывать я их не буду. Ну, а те, кто смотрит с телефона, ну, расскажите, насколько хорошо видно вам субтитры. Вот сейчас вот, когда они будут очень большими. Ну, может, я, конечно, там еще предлагали, типа, вкратце, типа, скажи, о чем там шла речь. Ну, мне кажется, это немножко придово, ну, посмотрим. Короче говоря, давайте вернемся к нашим ребятам. Так, что у нас происходит и какие у нас планы? Так, тут, по-моему, ходило нечто, и оно ушло вниз. Здесь я все собрал. Да, в предыдущей серии у нас был достаточно сложный бой на втором этаже. И мне пришлось... Мне пришлось вернуться вниз, чтобы собрать... Всякие припасы. Инструменты, патроны, еще что-то. Да, вот это я все насобирал. Вот, вопрос теперь в чем? Вопрос в том, что я хочу снова подняться на второй этаж. И я хочу пойти вот сюда направо. И вот эти все комнаты осмотреть. То есть это единственное, что осталось нам осмотреть на втором этаже. Я надеюсь, на второй этаж мы больше никогда не вернемся. Вот, единственная проблема, что, да, у нас, видите, общий уровень тревоги средний. Такая вот история. Так, обзор команды. Обзор команды. Вот эти вот штуки. Хотел посмотреть. Устанавливали датчик движения. Амропех устанавливает датчик движения, который фиксирует движущиеся объекты в радиусе 60 метров. Датчик можно ввести в режим перегрузки, чтобы приманить врагов на 30 секунд. После этого он уничтожится. Ну вот, блин. Мне тут просто писали, что ты этой штукой не пользуешься. Ну, не знаю. Что-то как-то пока так. Не вижу прям какого-то логичного применения. Ну, можно, видимо, что-нибудь попробовать. Ладно, пойдем. Надо выйти. Нас ждет БТР. Кстати говоря, по поводу выпрыгнувших чужих на втором этаже, которое произошло в предыдущей серии, мне в комментариях написали, что это не из-за того, что я бежал быстро, а потому что это скрипты. Что, типа, в некоторых местах на картах разработчики подготовили вот такие специальные скрипты. Ну, чтобы, типа, знаете, как подляночку так сделать. Вот. Чтобы было поинтереснее играть. Потому что в целом, как бы, да, тут можно застелсить так, что ты с чужими вообще никогда не столкнешься. И у тебя вообще такой проблемы не будет. Ну, не знаю. Что по этому поводу сказать. Надеюсь, что это правда. Так, идет прямо к нам сюда. Поэтому давайте-ка быстро переброску. А, нет, он не к нам идет. Он там просто по столовой ходит. Это же столовая? По-моему, да. По-моему, столовая. По-моему, столовая. Трансляция. Трансляция. По-моему, да. По-моему, да. Трансляция. Нет, уходим. Уходим в другую сторону, потому что чужой сейчас сюда придет. Надо, чтобы его БТР убил. Так, а второй пошел куда-то туда, на север. Ну ладно. Не страшно. Да блин. А, ну все отлично. Критами. Критами его уничтожили. Так, идем в лифт. На второй этаж. Там еще, кстати, один бежит. Сейчас его явно там убьют. Так, ну погнали на первый этаж. Ну, я очень надеюсь, что сейчас все гладко произойдет, потому что, блин. Сидит прямо здесь. Так, мне в правую сторону. Да, мне вот сюда направо сразу же. Так, где-то там внизу, кстати, БТР должен стоять. А, кстати, его нету там внизу, лол. Его же нету там. Ха-ха, прикол. Ну, а это понятно, зачем сделано. Чтобы не нагружать систему, естественно. Так, что, через центральную зайдем или справа зайдем? Давай-ка лучше направо. Вон там как раз чужой бегает. Так, все, посмотрим, куда он пойдет. Так, он идет сюда. Так, он остановился. Нет, он снова идет. Так, он идет по коридору. Так, ну че, заходим? Не-не-не, нет. Блин, вот приходится от них шкириться. Фу, блин, че так напряженно оттого? Че так напряженно-то? Так, давайте заходим. Короче говоря, пойдем пока от него подальше. А, там, кстати говоря, какой-то заслон, видимо, стоит. Возможно, стоит, возможно, нет. Так, патроны. Так, и где-то... А, это офис директора, кстати говоря. Еще нашли патроны. Так, это у нас инструменты. Так, предметов. Вроде тут каких-то других нету, я не вижу, во всяком случае, их. Ой, что это такое? А, это я, типа, точку поставил какую-то. Так, здесь... Да, здесь баррикада. Так, чужой буквально в коридоре. Так, он сейчас, видимо, сюда придет. Пробуем спрятаться. А, если он за столом пройдет? Хе-хе-хе-хе. Зараза, еще ходит так тихо, такой, типа, я тут не при делах вообще, ребята. А, чей ты за вот точку я ставлю? А, ну вот я ее убрал. Так, он снова заходит. Так, а че, он куда убежал? А, ну он, типа, просто побежал. Блин, я только хотел сюда выйти, там кто-то влез. Угу, там еще один идет. Фигово, ребята. Наши дела с вами. Так, ну давайте, бегом в это помещение. Так. Ухе-хе-хе-хе. Чертеж ксено-технологии найден. Так, он идет сюда, походу. Так, а тут есть где-то... Какая вероятность, что он сюда сейчас придет? Так, а в это здание-то никак не зайти, да? Так. Так, 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 что делать, что делать, что делать? Пока сидим. Да, тут, короче говоря, какие-то... Видимо, то ли эксперименты проводились... ...сад этими чужими, коли мы тут какие-то... Ну, е-мое. Так, уходим. Все, я понял, как эта штука работает. Возвращаясь! Возвращаясь! Так, главное, чтобы они... Так, что у нас есть еще? У нас есть гранаты. Граната! Так, он сейчас сзади выйдет, да? Так, давай вот это, в сдаяние... ...делаем. Ой, блин, откуда ты вылез-то? О, я на всех кислота. Блин, там идут дальше. Так, а что я не могу применить-то? А, все, могу. Так, ребята. Так, хорошо, как... Так, я кулею побежал. Черт, сюда. Блин, прям за стенкой у лифта. Блин, прям за стенкой у лифта. А, понятно, ребята решили... Что-то кружок они делать не будут. Фух, ну че? Обыскать? Тоже quiet. Обыскать обыскали? Че-то там собрали. Да, ксенотехнологию одну забрал. Фух, ну это было, конечно, стрёмно. Максимально стрёмно. Есть ранение, но сейчас полечимся. Все, на второй этаж больше не вернемся. Не люблю второй этаж. Плохой второй этаж. Фух. И все еще, видите, зависит от того, в каком месте, условно говоря... В каком месте, условно говоря, нас засекут. И в каком месте начнется бой. Потому что не всегда получается в хороших местах спрятаться так. Знаете, что я думаю? Нам надо пойти, короче, где-то отдохнуть. Пусть это будет офис шерифа. Там можно всего лишь вот эту, допустим... Одну... Эту заварить. Дверку. Так что давайте в офис отправимся. Я хочу туда. Так, там кто-то из улья вышел. Кстати, да, эти штуки полезны. Эти штуки полезны. Они мне дали время. Я, конечно, не успел убежать. Убежать я, конечно, не успел. Но они прям создали шум. И пока они там бежали... На эту хренотень... Я успел свалить. Так, все. Завариваем дверь. Завариваем дверь. Отдыхаем. Так, ваш прогресс сохранен, снимает... Ну да. Все очки команды. Всех морпехов от кровотечения. И дает дополнительную обойму. Кто там разорался. За стеной. Так, восемь. Уже. Мне, кстати, воздаяние очень сильно помогло. Получает временный бонус к храбрости. И такое чувство, что они даже стрелять стали лучше. Так. Лечимся. Лечимся. Подожди, кого мы лечим? А, все в порядке. И, кстати говоря, смотрите. Нервы практически у всех. На приемлемом уровне. Так, подожди. А разве у нас не было способности ни у кого из команды, что при отдыхе мы все перезаряжаемся? Или это я просто прочитал? Ну, кстати говоря, что-то незаметно, что они тут кто-то из них до третьего левела раскачался. Трусость, личная черта. Храбрость морпеха снижается на 2 за каждый уровень агрессии. Так, ну, хорошо. С этим все ясно. У шарпа меткость 55, у всех по 50. Ну, неплохо. Так, всех вылечили. Хорошо. Теперь наша задача обыскать вот эти все помещения. И пойти по сюжету. И, наверное, вот перед ульем я тоже хочу поставить вот эту вот хренотень. Ого. Окей. Так, единственное, что агрессия чужих средняя. То есть у меня, на самом деле, немного времени, чтобы выполнить наши задачи. Так, как эта штука ставится? Датчик движения. Так, переброска команды вот сюда. Так, где-то рядом. Наверное, в стене где-то сидит опять. А, он прям сейчас к нам и придет, лол. Ну, ё-моё. Сейчас, короче, повысится уровень. Так, куда поедем? Давайте вот сюда. Подальше. Блин, зараза, вот... Как-то надо... Не знаю, оперативнее, что ли, резвее действовать. Может, на склад сгонять? Пока что. Коль я туда, в дальнюю часть, не успеваю зайти. Кто-то орет, по-моему. Так, ну хорошо. В эту дверь, да, по-прежнему она закрыта. Я не попадаю. Блин, так хочется, что там кто-то ранение получил еще. Когда в БРТ заходил. Короче, сейчас зайдем на склад. Потому что по сюжету нам все равно надо на него зайти. Здесь, конечно, там... Зареспавнятся заново все материалы. Так, ребят, мне это не нравится. Он опять начал преследование Уля, я почему? Так, короче, давайте уедем подальше. Так, агрессия уже на максималке. Агрессия на максималке, это... это плохо. Так, преследование продолжается. Типа. Все, прервано, хорошо. Так, возвращаемся тогда обратно. Так, ну... Кого-то, короче, стукнули. Кого-то, короче, стукнули, но... Там, видимо, по броне пошло, поэтому все нормально. Так, перебрасываемся, короче, к складу. Обратно. Вот, зараза, всего лишь один чужой вылез в тот момент, когда я подъезжал на БРТ. И вот столько проблем у нас сразу же. Ну, я постараюсь отсюда не уходить максимальное возможное время, пока у нас есть патроны, пока у нас есть аптечки. Но мне кажется, просто сейчас в каждой волне народа будет все больше и больше противников против нас выдвигаться. Просто-напросто. Так, заглянуть терминал начальника снабжения. Так, ну здесь... Здесь я уже все осматривал. Вот он, лифт. Да, вот они, ящики, по-моему. Ну, кстати говоря, по поводу того, как нас на втором этаже запалили чужие. То есть, все-таки они не тупые и не слепые. То есть, укрытия здесь есть, но они... Неусловные. Все, видите, он спокойно нас запалил со спины, и все. Так, смотрим терминал. Ничего, ничего, ничего. Нет. Погоди. У меня что-то. Что-то есть. Так, терминал начальника снабжения занимался в контрабандной вместе с инженерами генераторной. Это что? Так, блин, так мы были в генераторной. Ну, вот такое чувство зря я, короче, хожу по каким-то помещениям. Вот зря я, мне кажется, хожу. Вот можно было туда и не ходить в итоге. Как оказалось. Так, как у нас... Я не вижу просто, где я нахожусь. Так, 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 это что? Это что? Значок вот этот вот как будто... А-а. Что? Так, переброска команды вот сюда. Быстрее, пока там чужой не залез, не пришел. Прячьтесь. Все, отлично успели. Поехали в генератор. Ну, еще раз, а что делать? Блин, их реально стало больше, по-моему, ходить. Пизде. И это плохо. Потому что это осложняет нам нашу задачу. Так, там, по-моему, какой-то морпек завис. Этот сидит, если что, в стене. И этот сидит в стене. Ребята, заходим, не тупим. Ну и дыра. Ищите тайник со снаряжением. Все зашли? Да, вроде все. А, типа, три места тут. С тайником. И как мне... У меня труп. Так, получить данные с датапада. Так, короче говоря, тайник. Какой-то. В котором какая-то контрабанда. Находится вот здесь. Ну что ж, пойдем к ней. А я, кстати, это место даже-даже не обыскивал. Ладно. О, кстати, левелап у нас у троих. Кроме Шарпа, почему-то. А когда он появился, этот левелап? Так. Так, подожди. А... Я же датапад-то не прочитал? Который мы только что подняли. Так, подожди. А вот эту запись я тоже читал или нет? Что-то я не помню. Как дела, Джулиан? Я вот только выкрил минутку передохнуть. Этот энергокомплекс меня когда-нибудь доконает. Питание постоянно отрубается. Все потому, что Галлахера. Жаба душит. Завидеть генератор. Скорее бы убраться из этой дыры. Кстати, об этом. Что слышно от наших общих друзей? У меня уже все готово. Я не помню, читал я это или нет. Ну ладно, прочитал еще раз для вас. Так, Томас Буше. Четвертая группа технического обслуживания. А, это я точно читал. Это я помню. Это я полностью читал. Так что читайте на паузе, если забыли. Так, и вот запись вот этого контрабандиста. Личный дневник Джулиан Вальц. От Джулиана Вальца Роджеру Спинхеду. Отличные новости, старина. Это эти чудаки перестали темнить. Ведь оказывается, в их дырявых карманах все же завалялось несколько долларов. Впрочем, планы меняются. Кажется, Галлахер что-то заподозрил. Если мы хотим успешно отсюда свалить, все надо провернуть максимально чисто. У тебя еще есть доступ к трансформаторной подстанции? Нам нужно укромное место. До связи. Так, а Галлахер, это кто у нас здесь был? Галлахер. Галлахер, Галлахер. Что-то не вижу я. Может у Кайсоус тут что-то было про Галлахера. Ну ладно. Открываем. Так, 150 материалов. Отлично. И получил. Видимо, за выполнение заданий еще дают определенные левелы. Ну слушай, это неплохо. Так. Нам бы вот сохраниться, конечно бы. Но для этого надо заходить вот в эту сельскохозяйственную лабу. А что если нам доехать вот сюда и вот в эту лабу зайти и сохраниться за сейвец? Ага, он видите, там как раз еще чужой ходит. Поехали, короче. Так. 150 материалов еще нашли дополнительно. Это хорошо, это много. Это и на прокачку должно хватить и всякие другие штуки. Так, где-то дверка открылась только что. Так, пойдем засейвимся. Соседнее здание, потому что в это здание я не хочу пока заходить. Вот здесь вот более, мне кажется, безопасно будет отсидеться. Он сидит в стене, поэтому заходим спокойно. А вот этот бежит. Кстати, а почему я... А почему я эти патроны не нашел? Или что? Так, завариваемся, пока есть время. Или я их забирал, но почему-то ящик выглядит как будто не вскрытым. БРТ тут развлекается. Слушай, а правда, почему так? Очень странно. Ладно, отдыхаем. Надо восстановиться. Да, видите, опять еще одну обойму я получу. Это классно. Вот бы еще отдых немножко снижал уровень общей агрессии. Ну, потому что как бы мы же все равно какое-то время отдыхаем. То есть какое-то время как бы чужие вообще по идее не знают, что мы здесь где-то находимся. Ну вот, было бы неплохо. Но, видимо, так это не работает. Так, что я хочу сейчас? Что я хочу сейчас? Я хотел посмотреть статус нашего задания. Да. 150 материалов из 300. Половина ровно. Еще 6 датападов. Еще 5 основных целей. Еще 5 основных целей. То есть тут еще, короче говоря, работать и работать. Давайте продолжим. Пришлось маленечко прерваться. Удачно мы, конечно, здесь сохранились в этом помещении. Кстати говоря, пока тут ходил, так сказать, на перерыв. Так, а что это тут? Это ходит. Надеюсь, он что-то не полезет ко мне. Надеюсь, что нет. Пока ходил тут на перерыв, я тут обнаружил такую штуку. Смотрите. Тут у чужого какая-то фигня. Это, наверное... Ну, не похоже, кстати, на значок ксенотехнология. Ну, короче, вот она. Что-то чужие разбегались. Чужие что-то разбегались. Вот какая-то технология валяется. Вот какая-то технология валяется. И еще... Что еще? Что еще я нашел? Да, вроде все. Кстати, здесь, наверное, что-то есть. Да, вот ящики. Видите, как я сразу же... Ха! Просто с нифига обнаружил. Просто потому, что я вот только заметил, что мы вот здесь вот не ходили. Это точно такой же примерно маршрут, как и вот здесь. Да, то есть надо дойти до конца, и там будет награда твоя. Так, ладно, эти технологии немножко попозже возьмем. Давайте сейчас пойдем вот это вот осмотрим. Все. По плану нашему, да? Так, вскрываем двери. Так, у нас один инструмент. Поэтому, наверное... Ничего им заваривать не будем. Так, я еще хотел, знаете, что сделать? Поставить здесь... Вот эти вот штуки. В разных местах. Вот те-нибудь вот здесь вот подальше. Тут потому, что... Точка спавна. Чтобы, если что... Видите, кровища сколько. Кровища много. Если что, если я начну с какая-то заваруха, я эту штуку врублю, и они побегут к ней. Мощный трекер активировал. Так. Сейчас, наверное, через вот эту левую. Пойдем. Сначала все осмотрим, потом уже по сюжетке пойдем. Ага, баррикада отлично. Я ее разбирать не буду. Так, ну что вы не идете-то? Что-то похожее на патроны. Давайте посмотрим, что внутри. Так, я, походу, вижу датапад. Да, вот он. Так, приближается со стороны ББРТ. Так, читаем записку. А где она? А, вот оно, оно же выделено. Ну да, он всегда страдал клаустрофобией. По идее, вообще не должен был попасть в группу технического обслуживания. Но у нас тут не то чтобы избыток кандидатов. Попробуй его убедить. Если не поможет, придется лезть самой. Так. Пока там ребятки развлекаются, мы идем дальше. Это что, кстати, у нас? Это какая-то мастерская. Ага, смотрите. Инструменты еще. Так, и походу... Походу, впереди улей. Ну, точка спавна. Да, вот она. Так. Это что, коробка какая-то или что? Понятно. Так, уходим. Идем дальше. Так, давайте здесь. Тогда я тоже поставлю шумилку. Добавляем мастерскую обслуживание. Ставим мастерскую обслуживание. Мастерскую обслуживание. Мастерская обслуживание. Так, что у нас тут? Давай, команда. Похоже на... Комната охраны. Мне показалось, это на серверную больше похоже. Ну, ладно. Не хочется каркать, но что-то как-то чужих-то не видно. А, он уже идет. А, в стене вот здесь слева. Так, ну, мне нужно... Можно вот эту еще комнату осмотреть. Ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо-тихо. Он нас чуть не запалил и не вылез. Не, я знаю, как они работают. Но, блин, я думал, я успею пройти. Так, я просто хочу вот эту вот осмотреть. Так, здесь ничего нет. Хорошо, долго он тут сидеть будет? А, все, он исчез. То есть, у него... Он тоже по таймингу сидит какое-то время. Потом пропадает. Так. Есть ли смысл по этому коридору пройти? Не знаю, есть ли это смысл или нет. Мы идем вот в эту дверь. Так, вижу аптечку. Так, аптечку подняли. Хорошо. Так, ну что, идем... В сюжетную комнату. Слушай, реально, они такое чувство, что бегать перестали. Ну, там кучу народу БРТ убил на улице. Может, из-за этого. Они перестали скакать тут вокруг нас. Блин, вот не вовремя он вылез. Он, черт возьми, не вовремя вылез. Так, а что если нам... А, он уходит в другую сторону. Ой, пусть идет. Стелс, пацаны. Стелс. Так, вопрос, куда он дальше пойдет? Потому что, если я сейчас, тут что-нибудь шумное будет. Он наверняка услышит и придет сюда. Так, где мы? Так, все, заходим в сюжетную комнату. Так, это что? Это что, это что? Это яйца. Я не успел прочитать... Что-то мы как было. Так. В помещении вроде, вроде бы ничего. Так, ну мужика явно уже не спасти. Уже поздно, он заражен. Уже поздно, он заражен. Ты знаешь, что ты делаешь. Поехали! Поехали! Сержант, если яйца, начало жизненного цикла, это к твари, мы обязаны... Че-то там... Вы же не ожидаете, что мои морпейки обшарят каждый угол. Так, выживший оказался заражен, ему больше нельзя помочь. Так, БРТ, быстро. Спокойно, я не видел нас. Фух. Так, че-то... Че-то я прям убежал оттуда. Че вообще от меня хотят? Заполучите запись с камер наблюдения, определите месторождение... Гнезда. Гнезда. Так. Вот они там носятся-то теперь. Фух. Так. Ага. Че тут, справочники нового? А, это вот про яйца и... Ага, я лицехвата. Яйца также иногда называемые овоморфами. Первая стадия замысловатого жизненного цикла ксеноморфов. Их откладывает королева, а служат они защитой для лицехватов. На первый взгляд, они кажутся неактивными и даже безжизненными. Однако, ряд исследований указывает, что яйца сложно устроенные организмы, находящиеся в симбиозе с существами, которых им предписано оберегать. Вышеупомянутые исследования также свидетельствуют, что яйцо способно зафиксировать приближение потенциального носителя, передать своему лицехвату весь оставшийся биоэлектрический потенциал. Эта необходимая жертва служит дальнейшему росту и процветанию улья. Лицехват Как только яйцо обнаруживает подходящего носителя, пробуждается к жизни сидящий в нем лицехват. Эта напоминающая паука прозитическая форма развития ксеноморфа нужна лишь для внедрения в тело живого существа грудолома. Именно поэтому лицехваты не отличаются высоким интеллектом. Их единственная задача обеспечить заражение носителей любой ценой. Однако они достаточно хитры, умеют подкаруливать своих жертв, а также в полной мере использовать преимущество своей кислотной крови, длинных конечностей и хвоста. Если лицехват уже зацепился за жертву, снять его практически невозможно. Он отсоединится сам, когда процесс заражения будет завершен. Ну, ладно. Так, а в ассистенте что нового? Вписали. Блин, я вот диалоги реально вообще сейчас игнорировал просто. Потому что надо было сваливать от этих товарищей. Так. Яйцо первая стадия сложного жизненного цикла ксеноморфа. Время вылазок вы не раз встретите скопление из двух и больше яиц. Если яйцо вас засечет, оно выпустит сидящий в нем лицехват. Команда может уничтожить яйца с помощью взаимодействия приоритетная цель. Это защитит вас от появления лицехвата. Лучший способ бороться с скоплениями яиц использовать бьющий по области навыки вроде гранатомета Ю-1. Я, кстати говоря, ударил по нему гранатометом ну просто, не знаю, машинально. Подумал, что это отличная идея будет. Ну что, удар по площади. Там как раз было три кокона. Так, лицехват и вторая стадия сложного жизненного цикла ксеноморфа. Выбравшись из яйца, лицехват попытается прыгнуть на лицо морпеха. Красный восклицательный знак над лицехватом означает, что он готов атаковать. Постарайтесь уничтожить его заранее. Иначе в организм морпеха попадет грудолом, после чего этот морпех будет считаться мертвым. Морпеха можно спасти, если вы разблокировали и взяли с собой на вылазку созданный по ксенотехнологии извлекатель. Ого. Что это за извлекатель? И по какой ксенотехнологии он должен... А, ну да, вот они же ксенотехнологии. Я собираю. Так, ну мне надо пройти туда. А там... Ага, вон ко мне идет. Так, нет, уходим. Уходим вот сюда. Все, запалил. Запалили нас, ребята. Сейчас придется, видимо... Там, кстати, ящики есть. Давайте сейчас, наверное, до ящиков доедем. Чтобы было подальше. Хотя вот сейчас можно вот этого обобрать. Уровень агрессии зашкалит. Вы оказались на трудном уровне агрессии. Выжить при таком раскладе практически невозможно. Эвакуирите морпехов БРТ. Сейчас. Так, а это что такое? А, это ксенообразец. То есть, это не ксенотехнология, это ксенообразец. Так, преследование заканчивается. Так, сейчас вот это надо почитать, что это означает. Так, трудный уровень. Где эта штука? А, вот. Если миссия стала слишком сложной, вы можете добраться до БРТ, нажать кнопку эвакуации команды для возвращения на Атага. Во время вашей следующей вылазки уровень агрессии обнулиться, и вы сможете продолжить прохождение в лучших условиях. Локации... Локация не обнуляется. Все ваши действия во время вылазки сохраняются, так что вы сможете вернуться к выполнению цели с того же места, с которого вы остановились. Это все понятно. Так, быстрее там идет к нам. Так, поехали. Поехали, короче, скатаемся до вот этой точки, потому что я здесь видел... Я там видел ящики. Их надо собрать. Так, ну то есть у нас на самом деле еще чуть-чуть, и будет максимальный уровень агрессии. И вот я не знаю, сейчас либо возвращаться, либо все-таки до компьютера постараться дойти. Сейчас посмотрим, как будет развиваться ситуация. Если будет тяжело, то... Да. Придется, видимо... В следующий раз сюда еще раз прийти. Так. Тут дядька... Дядька. Ксеноморф сидит в стене, судя по всему. А, я все понял. Видите, вот эту штуку ставишь, и она как меточка отображается именно вот здесь вот. Так. Мне нужны вот эти вот ящики. Так, побежали, я думаю. Тут ничего нету. Ну, вроде нет. Так, тихо-тихо-тихо. Стоп. Это вот он сейчас где? Вот здесь? Или с другой стороны? Ага, ящики. Что инсайд? Что инсайд? Инсайд? Материалы? 10, 20, 30, 40 материалов. Забрали? Так. Вот ничего больше нету. Да, идем обратно. Так. Ну, я вот понимаю, у нас вот такой вот небольшой уровень агрессии остался. То есть, условно говоря, любая заваруха. И как бы все на этом. Ну, блин, я тут до комнаты охраны, вот дойти. Я так смотрю, на самом деле, что карта сделана так, что ты в любом случае попадаешь во все необходимые тебе места. Так или иначе. То есть, вот то, что я тут ходил самостоятельно, да, мне кажется, в этом вообще смысла не было. Впрочем, мне кажется, либо по пути куда-то заходить, ну, либо как-то планировать по-другому. Ну, потому что, видите, уже второй раз мы с вами заваливаемся сюда, а явно все цели еще не выполнили. То есть, еще не все материалы собраны, не все ксенотехнологии. Тут еще какие-то уровни у нас закрыты. И явно шахтный колодец, ну, сами понимаете, что, скорее всего, там, ну, там все непросто. Так, ну, поехали, конечно, вот сюда, но что-то там опять бегают все. Вокруг до около. До около. Вообще, конечно, надо валить. Ну, блин, у меня патронов еще куча, как бы. Куча патронов. Вроде бы аптечки есть. Может, это, конечно, у меня какое-то неправильное представление. Неправильное представление об игре, и мне действительно... О! Еще какая-то фигня выпала. Ксенообразцы. Удобно. Так, ну, вот и видите, мне сейчас нужно попасть вот сюда, а они там ходят. Мне с ними нельзя сталкиваться. Потому что, как только я с ними столкнусь, сразу же этот уровень начнет расти. И все будет плохо. Конкретно для меня. Так. Отходим подальше. Блин. Блин. Так, походу, все, пора валить. Да, уровень растет. Все, короче, валим. Не хочу я больше сидеть тут. Инструменты мы какие-то с собой забираем. Материалы. Ксенообразцы три штуки. Хитинок, кевларовые пластины. Чертеж проекта. Хм, прикольно. Плюс еще, я так понимаю, у всех ранг будет третий. Ой-ой-ой-ой. Залетай, залетай. Все, отлично. Фух. Ну, под конец нам, конечно, по жопе-то стукнули. Ой. Ну ладно, неплохо. Сейчас посмотрим, что по ранениям. Ого, 69% в этой экспедиции. Ну, то есть 30% осталось. А вообще, основная задача отыщить источник заряжения. Ну, это по камерам, да, видимо, да. У меня осталось 5 датападов и 4 основные цели здесь. А что там о морпехах? Давайте посмотрим. Так. Значит, все ранены. Это плохо. Три дня в медотсеке. Да, у кого-то один день. Но мы не будем ждать. Ну, вот эти вот двое, которые один день пробудут в медотсеке. Как бы... Кстати говоря, кто пятый? Ха, интересно. Так. У всех новый уровень. Так, а то это что у нас с депрессией? Морпех начинает каждую миссию с 30 уронами стресса. То есть тут какие-то психологические, да? Пошли проблемы. Снижает храбрость на 10. Усталость. Так. Паранойя. Есть в команде более трех активных морпехов. Морпех получает 0,1 урона стресса в секунду. Что значит 3 активных. Пограничное расстройство. Снижение стресса морпеха при использовании на пролива или во время отдыха повышается на 50%, но при этом весь урон стресса повышается на 50%. Ага, понял. То есть он быстрее стрессует, но и быстрее восстанавливается. Подожди, а почему у меня 5 человек-то? Я понять не могу. Кто пятый-то был? А, типа веб почему-то дважды. Подожди, стой. Вот это веб. И вот это веб. Что-то какая-то фигня. Может это баг? Пирофобия. Морпех получает 15 урона стресса при каждом применении навыка кремации или поджоге лужи бензина. Ну ладно, короче говоря. Так, отчет об инвентаре. Так, чертеж, ксенообразцы. Что за клептомания? Минус 20. Кто спер? Кто спер 20 материалов? Слушай, очень классно, конечно, вот это вот все сделано. Мне прям очень нравится. Так, и статистику смотрим. Что значит в ловушке? В ловушке это что-то типа финальной стадии, когда там уже максимальная агрессия идет, которую никак ничем не снизить. Так, убито врагов. Один лицехват, 75 дронов. А, то есть один лицехват успел вылезти. Так, время вылазки час 34. Среднее 2 часа, а вообще общая длительность 4 часа я провел на этом задании. Так, ну понятно, ладно. Тысяча... Тут написано 1529 пуль, а число пуль... А, среднее 1949. Понятно, ладно. Здравствуйте, администратор Хейз. Так, ну хорошо. Давайте мы на сегодня закончим. Давайте мы на сегодня закончим. У меня там как раз будет возможность уже первых людей поменять. Наших персонажей. Так что, наверное, я их тут между сериями поменяю. И вам их в следующей серии представлю. Ну, а мы... А мы дальше продолжим уже в следующей серии. Ну вот, как-то так. На сегодня все. Большое спасибо, что посмотрели. Не забывайте оценивать, комментируйте видео. Подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Или оказались здесь впервые. Жмите на колокол, чтобы не пропускать выход следующих серий. Ссылку на плейлист с прохождением... Aliens Dark Descent вы найдете в описании под видео. У микрофона был Хью. До новых встреч. Увидимся. И пока-пока.